так юля 100 рублей кто по-твоему величайший человек живший на земле я же говорит что это аристотель можешь сделать топ-3 величайших деятелей живших на земле ну я же как бы не в курсе что аристотель был за перераспределение материальных благ ну да ладно топ-3 величайших деятелей но это от критерия же зависит слушай но учете скажу спиздануто ну блять александр македонский на я не знаю цицерон и этот безымянный викинг который англичан с моста кидал пока ему по я и по яйцам не пырнули копьем короче вот снизу вот-вот три величайших человека юля 100 рублей окей а если топ-5 величайших из мира политики почему именно македонский величайший человек живший на земле они тот же цезарь или наполеон буду что цезарь по сути дела разрушил свою страну она по македонские увеличил для размеров по половины мира а наполеон распространял левую заразу по всей европе перолом то есть цезарь и наполеон два мудака и хуесоса я их не люблю очень сильно то есть я понимаю что наполеон там захватническая война надо как-то компенсировать что тебя пиписька маленькой там еще что-то в этом роде это это прекрасно это заебись то есть это ни разу не говорит о том что тебя какие-то подавленные комплексы и так далее но когда ты это делаешь при этом распространяя при этом распространяя заразу значит зародившуюся во франции с французской значит буржуазной революции ну ахуенно че я могу сказать заебись мудак хуесос цезарь опять-таки вероломно по сути дела уничтожил римскую республику то есть жизнеспособное государство и создал римскую империю которая 500 лет проедала наследие римской республики просто бессмысленно расширяясь на территории на которых зачастую просто нихуя не было да то есть ну копила жир бессмысленный абсолютно жир который ничего не давал этой римской империи то есть бессмысленная там какие-то блять сирии хуири и вот это вот пустынное говно где нихуя не растет и ничего нет то есть нахер от кому надо да и леса вот эти вот гигантские в европе с дикарями чё это блять на нахуй это надо чё это давало блять вот зачем не нихуя нихуя просто чтобы было потому что ну надо как-то компенсировать у тебя лысина блять на голове да вот то есть ты из рода кудрявых но у тебя на голове лысина блять ху-ху-ху и хуйня блять какая-то надо значит отличиться пиздец ты еще не такой богатый как крас вот и вы да и не такой богатый как помпей не такой успешный даже то есть ну ну хуйня блять то есть вон у тебя триумвират с этими двумя у помпея связей больше денег больше и вообще состоявшийся человек со всех сторон у кого крас вообще самый богатый человек до сих пор да то есть за всю историю человечества ну понятное дело что цезарю было неудобно надо было как-то вот компенсировать да то есть вот там как бы то что то что у него залысина то что как бы он ну среди лучших конечно но все равно как бы хуйня да ну поэтому гальские походы соответственно вот ну а потом сами понимаете уже как чем это закончилось хуйня полная я очень сильно не люблю ни наполеона не цезаря а александр македонский заебись македония была какой-то срак и блять хуй пойми где значит хуй пойми там что блять происходило он взял пол мира отхватил тут по моему все правильно вот а в плане пять величайших из мира политики но александр македонский там социрон какой-нибудь блять там я не знаю веркинги торикс вождь кельтов кто еще через к потому что в классической латыни сочетается исключительно как к а еще двух надо вспомнить бля так это так в лом если честно кто еще вас то карл двенадцатый карл двенадцатый определенно кто еще уже 4 бля то так лень вспоминать эту всю хуйню серьезная я не историк чтобы у меня был список любимых людей у меня нет любимых исторических личностей на мой взгляд это дико идиотская хуйня ну кто еще блять но блять джордж вашингтон нахуй по похуй очень лень вспоминать кого-то блять меня все отключается сразу я не могу сходу никого нахуй вспомнить в принципе кто был в истории в случае конфликта цезарь и сената маргинал топив я за республику я за цицерона собственно у меня поэтому в списке этих пяти человек цицерона есть нахуй цезаря блять какой-то мудозвон который как бы ради того чтобы со самому себя почувствовать блять царем доисторическим деградировал свое свое государство до уровня очень большого царства напоминаю рим начался как царство где как бы главным был царь по по латыни рекс собственно в какой-то момент римское царство она стала выборным да они стали выбирать себе царя там совет старейший начал выбирать себя царя ну как спарте пример а потом ну там мифом мифологизированный есть значит такой этап он обычно в традиционном римском предании изображался как некая все-таки революция когда установилась римская республика революции не было скорее всего процесс был более-менее поступательным процесс формирования римского сената римского консульства и тогда консулата консилат по-английски по-русски консульство значит вот и всякой хуйни нам то есть система сдержек противовесов вот то есть сложная политическая система которая формируется путем проб и ошибок вот ну а цезарю хотелось царем быть вот он и настал в итоге все пошло по пизде с чем это принципиально от большевиков например отличается в российской империи не хуй знает то что цезарь такой же принципе мудак если подумать выгадал значит момент когда его общество находится в такой рецептивный немного фазе да то есть она ослабла очень сильно вот повсюду коррумпированные мудаки ну взял просто разрушил в пизоду охуенная герой пиздец вспомни политика который выполнил все предвыборные обещания был такой да да мы у не одобряем кстати и где теперь ваша спорта и где теперь эти римляне огуречный примат 100 рублей 500 лет непрерывного экономического разложения и расширения рима потом еще у византии тысячи лет разложения страшная судьба ужасающая вот у александра заебись империи 10 лет и пизда вот это сила я понимаю вот это человечище да но мы сейчас про александр и процессы на как я уже сказал вот эти 500 лет непрерывного расширения рима это за счет институтов которые были сформированы еще в римской республике те институты которые остались которые пережили цезаря по сути дела которые пережили цезаря которые роздал бля землю плебеем и так далее то что напоминаю цезарь был в общем-то занимался перераспределением материальных благ в общем-то был цезарь в общем-то было от фракции популяров если что то есть ну демократическая партия имеет смысл назвать цезарь был левый как бы до своего времени то есть после ультра левых реформ цезаря дать и социальные института которые остались от римской республики они позволяли риму еще существовательное количество времени более того дали еще густ византии впоследствии потому что это те институты которые работают то есть пока ты в южной европе находишься в целом на и у тебя примерно тот же генофонд и примерно такая же среда вот количество людей там не несколько там миллионов блять то ну там все равно несколько миллионов но не с такой кучностью как сейчас например эти институты работают и работают охуенно на лучшем и лучше чем где бы то ни было ну вот поэтому собственно 500 лет рим не разваливал но не переставал полностью существовать и византия потом еще и бошила на количество времени но до своего античного величия обращаю внимание ничего никогда там не добралось а в какой-то момент в одну какой-то момент все христианство вообще принялись начнем с этого да то есть но можете представить вот если в римской республике предложил бы дайте все примем блять но тогда не было христианство дайте ближневосточное божество сия и банем чё бы произошло да нихуя скорее всего не произошло потому что власть в основном была по сути дела в руках консула который избирался на полгода их два было вести все решения такой важностью вообще там в сенате на голосование выдвигались где чем человек дольше в сенате сидит тем первее он голосует про любую про любой законопроект то есть чего правильно абсолютно ну хуйня какая-то если честно произошла по итогу расформирование поздно папа по итогу деградации республики в империю вот а по поводу александра ну александр не унаследовал как бы огромную страну процесса тоже не унаследовал гигантскую страну да но александр был правителем ебаной македонии и нихуя не было это царство то есть она изначально находилась в предельно примитивной фазе развития а там и оставалось вот из этой полной хуйни где люди там на лошадях взад вперед скакали и нихуя не было значит он взял пол мира отхватил то есть это совершенно другая ситуация неважно сколько его империя простоял там вопрос не про империю вопрос про самого александра цезарь цезарь он был военачальником в наиболее успешной тогда стран не было по сути дела наиболее успешная значит как сказать политическая единица на своего времени вот за римская республика римская республика дала нам самых богатых людей например самых богатых личностей за всю историю планеты блять то есть богаче там марка ликиния краса не было никого ни до ни после ну там помпей в принципе тоже рядом всякие технологии блять акведуки хуюки блять вся вот эта срань карфаген кстати нагнули под конец охуенно но кстати доказав что рим был пизжи карфаген таким образом воевали это долго в итоге карфаген получил пизды вот это при республике были подали папу подавили восстание спартака блять вот благополучно то есть папа моим все охуенно по моему тут все заебись а потом просто взяли и превратили это в огромное царство что такое царство царство это общество которое управляется вождем то есть это ну грубо говоря такой гипертрофированный родоплеменной строй да то есть когда появляется вот вождь да ну вот как прав вождь и орков короче хуяк вот это вот эта империя по сути делала это вот империя по крайней мере образца римской империи то есть вот есть главный он блять царь все решает все вопросы государстве сенат при римской империи был декоративно ничего не решал потом его вообще упразднили в пизду то есть но это же полная срань это это реально кому-то надо кому-то объяснять это надо что ли что типа государство которое управляется одним вождем это дегенеративно по отношению к республике которой есть система сдержек противовесов где управляет как бы всем даже не один там совет старейшин хотя один совет старейшин уже был бы пизде чем император аристократическая республика это вершина по сути дела политической мысли она была достигнута римской республикой а дальше была уже деградация они же деградация может сказать а неизбежно да то есть будет в любом случае но это тавтология понятно что в любом случае все развалится это хуйня вот московское царство не империя чувак тебя с логикой какая-то хуйня я сказал империи это царство я не говорил царство это империя сахи это во первых во вторых формального кстати различия действительно так то нет империя она просто тупо больше если так подумать когда пётр себя императором назвал чё нахуй от этого то чё поменялось это но когда произошел ренейминг московского царство вот царство там российского или как он называл я не знаю я не знаю про российскую историю ничего когда произошел ребрендинг царство в империю это шну как примерно как когда милицию в полицию переименовали то есть ничего не значит само по себе то есть вот в римском как бы сценарии там пиздец там была система сдержек и противовесов и она была проебана в итоге так юля 100 рублей почему когда наполеон захватывает пол мира это пиздец комплексы и все такое когда это делает македонский то это охуенно и почему он левый если он монархист давай еще тогда из философов пятерку блять нос я а где же объяснил наполеон несмотря на то что он монархист он захватывает блять все эти территории распространяя при этом и вот вот эту заразу которая появилась во франции как почти любая культурная зараза блять зараза нового строя так или иначе да если бы он при этом был республиканец был бы понятно но он монархист да поэтому я апеллирую потому что он компенсирует что-то очевидно что он что-то доказывает и себе и окружающим если бы он распространял блять республиканскую блять либеральную заразу будучи блять либералом нахуй это бы блять имела смысл тогда бы мне не надо было апеллировать к тому что он блять карлика и как бы значит блять лив и карлик вот и человек с лютыми комплексами наполеон вот потому что ну просто идея вот эти свои идеи берет распространяю дачу еще чем нормально ну а так он монархист и при этом ну видно же что он распространяет вот эти охуенные идеи просвещения по всей европе блять македонский тоже принес на восток более дегенеративные формы устройства общества а правда то есть как бы вот эти вот греко-бактрийские всякие царства которые там простояли 300 лет а потом греко-индийское царство еще там 200 лет это настолько дегенеративные формы устройства общества что почти половину миллениума там оставались гре греческие государства да то есть вот в бак 3 на севере индии то есть вот такой вот нюанс держу в курсе чувак просто может быть может и не в курсе но как бы греки они первое изображение будды в виде статуи начали хуярить но чисто вот чтобы ну держу в курсе как бы то есть до этого до этого статуи будды не существовало если что они как бы придумали изображать группу по сравнению с персией тех лет да а то есть персия как бы империя до царство с вот одним этим шахан шахом во главе это я так понимаю прогрессивно пиздец персия она к тому времени вы родилась в просто царство очень большое царство значит что у меня на пол экрана выползла говно какое-то откуда это и даже не понял че сейчас персия это была просто огромная примитивная хуйня с каким-то одним главным хуесосом который но в случае с дарием не помню какой там по счету был он вообще от македонского сдриснул во время во время битвы из-за этого собственно ней просрали потому что он же богоявленный императора он взял и убежал нахуй то есть но стало понятно кто пизжи царь из даже по меркам вот просто примитивных пещерных вот этих вот форм правления ну царство это пещерная форму правления где вот есть главный значит он про всеми командует это но одно и то же по структурно одно и то же так как же манса муса ну манса муса он там какой второй или третий по богатству царь крест лидийский считается самым богатым нет ну гугли просто хотят смотря как измерять то есть это тоже там по какому курсу далее они же в золоте все что такое царство царство это общество которое управляется вождем ну то есть гипертрофированный родовой строй это вот империи через 7 минут чего катас логика это хуйня я сказал империя это царство не говорил царство это империя и ну там скомкано было но там в конце добавлено это вот империя она как бы там нечеткая логическая связка ну ладно ладно засчитано так и быть персия была прогрессивной во времена кира великого и дария первого например персия была прогрессивной к тому времени когда александр пришел но но посмотри просто сколько там времени прошло дина это ахимениды были до династии ахименидов а находилась в упадке ну начнем с того что династия ахименидов она закончилась в общем-то на детях кира великого так то потому что дарий первый был самозванец ну да ладно допустим что те которые после дария были это тоже короче дарья его потомки тоже ахимениды хорошо почетные арийцы почетные по почетные ахимениды вот макей царство это примитивная форма правления когда у вас просто есть один чувак которому вы подчиняетесь просто потому что это царство можете цитировать чё там такого охуенного ясно потому что этот чувак может оказаться мудаком и он все развалит по моему все тоже достаточно очевидно понятное дело что надежное сильное общество держится на системе сдержек и противовесов и должен быть как минимум совет старейшим которые друг с другом спорят вот то есть мы демократию мы вообще не рассматриваем потому что это в исключительных случаях работает то есть когда у вас там ну например общество из трех человек состоит или у вас большинство населения рабы да и поэтому когда у вас demos выходит голосовать что в общем то это от аристократии отличается очень мало чё у нас дальше огуречный примат 100 рублей не надо пожалуйста больше фактов про античность я уже испытал весь спектр кринжа как тизер на ваш проект но выскажу такую конспирологическую версию что монархия является частным случаем аристократической республики где публичная система сдержек и противовесов не показывается населению зато показывается дядечка в красивой одежде бля вот это вот вот это вот полная хуйня про продать что вот у нас есть система которую видно да а есть она может там быть не рабочий может представить себя полную хуйню да но это все ничего потому что у нас есть еще система которую не видно вот она в охуенные пиздаты это полная срань потому что не подковерные интриги есть не в открытой аристократической республике то есть как бы всегда есть аристократический всегда есть совет старейшим вот советом старейшим только вот случае с монархией эти вот всякие секретные скрытные там люди они манипулируют одним долбоебом а в случае с системой сдержек и противовесов эти люди манипулируют разными сдержками нахуй противовеса и тоже друг друга канцелируют так что нет чувак ни за чем нет никаких оснований считать что вот при монархии есть закрытая короче аристократия аристократия тайная секретная а блять при открытой аристократии точно такой же секретной аристократии нет блять она нахуй исчезает потому что ну типа олигархи они такие смотрят бля место занято нахуй пожалуй я не буду богатом пожалуй я не буду блять донатить на то чтобы блять всякие выгодные законопроекты принимались для меня и так далее ну блять ну место же занято блять ну очевидно ну все ну я пожалуй иду я пожалуй плыву блять в карфаген нахуй по всей видимости блять я я сдрисну лучше ну хуя мне что-то пытаться очевидно чувак ну хуйни не мели просто серьезно особенно вот такой умозрительный ты еще дальше нам спизданешь какой-нибудь срань типа историю пишут победители еще какой-нибудь бред так таблица а ежи я не а сейчас танцуем а сейчас танцуем а сейчас не пла деньги не плати мне деньги